Добрый день, глубоко уважаемый президиум, коллеги. Спасибо большое организаторам за возможность выступить сегодня. И предоставляю вашему вниманию доклад по лечению распространенного гепатоцеллюлярного рака с разбором клинического случая. Ну, сначала немножко статистики. Актуальность проблемы, конечно, ни у кого не вызывает сомнения. Заболеваемость по данным на 2016 год в Российской Федерации было выявлено более 6 тысяч новых случаев. При этом более 80% из них это поздние стадии. При этом из года в год смертность повышает заболеваемость. И более 2 тысяч случаев выявляется посмертно. Далее, если смотреть по нашей республике, за последние 5 лет заболеваемость в среднем составляет 5,3 новых случаев на 100 тысяч населения. В целом сопоставимо по данным по Северо-Западу и по стране в целом. Запущенность, конечно, более 50% заболеваний выявляется на четвертой стадии. Но смертность по данным нашего канцерорегистра, возможно, не очень достоверные данные в силу малой когорты пациентов. Ну и перейдем к разбору клинического случая. Значит, это молодой мужчина. На момент начала всей истории ему 29 лет. Абсолютно сохранный, абсолютно социально активный, без каких-либо факторов риска, без сопутствующей патологии. И с осени 2015 года он обследуется у участкового терапевта по поводу жалоб на периодическую слабость, потливость, повышение температуры и неприятные ощущения в правом боку. При обследовании исключена патология ЖКТ. И в лабораторных данных обращает внимание повышение СОИ и повышение трансаминаз. Далее он обследовался в гематологическом отделении Республиканской больницы. Выявлено было объемное образование печени, достаточно крупное, 10 на 8 сантиметров, подрастающее ко всем крупным сосудам, подрастающее в диафрагму. И измененные вторичные лимфоузлы ворот печени до 30 миллиметров. Были проведены лабораторные тесты на вирусные гепатиты, на РВИЧ. Все отрицательное. И альфа-фетопротеин в норме. Был обсужден коллегиально, принято решение о биопсии образования. При пересмотре гистологических препаратов в онкодиспансере. Это гепатоцеллюлярная карцинома. Далее пациент, так как молодой, очень социально активный, ездил на различные консультации в федеральные учреждения. И встал вопрос об иммуногистахиме. Оказалось, гистологических материалов недостаточно. Поэтому в феврале 2016 года проводится повторная биопсия. Материалы консультированы на базе НИИ-онкологии имени Петрова. Он подтверждается по гистологии и по ИГХ гепатоцеллюлярная карцинома Грейт-3. При этом это классический вариант, не фиброламиллярный. И таким образом пациенту 29 лет установлен диагноз гепатоцеллюлярный рак Т4Н1М0 по ТНМ стадия 4А. И по барселонской классификации он попадает в группу С, подразумевается системное лечение. Далее пациент немного из нашего вида пропадает, так как консультируется на центральных базах. И возвращается к нам в июне. За этот период ему было проведено на базе НИИ-Петрова два курса химиоэмболизации с доксорубицином в марте 2016 и в июне 2016. При контрольном обследовании выявлено прогрессирование заболевания, рост первичной опухоли и появились новые очаги в мезонтериальных лимфоузлах. Естественно, ему даны были рекомендации начать терапию с арафинибом. Лечение он начинает получать с июля 2016 года. Но, к сожалению, при первой оценке эффекта через три месяца выявляется прогрессирование заболевания, рост первичной опухоли. Он достаточно серьезный, опухоль уже составляет 19 на 10 сантиметров. Появление отсемных очагов в печени, появление новых лимфоузлов. При этом на фоне лечения клинически явное ухудшение. Он переходит в группу ЭКОК-2. И появляется постоянный болевой синдром, требующий анальгетической терапии с сильно действующими препаратами. Ну и дальше для голосования. Варианты, ответы. Это октябрь 2016 года. Что бы вы сделали, если бы к вам пришел такой пациент? То есть продолжили бы терапию с арафинибом, реографиниб, возможно, локальные методы какие-то, назначения химиотерапии, иммунотерапии или клинические исследования. Варианты, ответы. Была назначена системная химиотерапия, выбрана была схема Фолфокс. Пациент достаточно неплохо ее переносил. При первой оценке через 4 курса лечения, это март 2017 года, картина по шкале Рецист относится к прогрессированию. То есть отмечается рост первичной опухоли, появление новых мезонтериальных лимфоузлов. Но при этом клинически на фоне лечения явное улучшение, уменьшение слабости, уменьшение болевого синдрома, уменьшение потребности в энергетиках. И несмотря на заключение СКТ, опять-таки по коллегиальному решению была продолжена химиотерапия по такой же схеме. После 8 курсов, это май 2017 года, стабилизация наблюдается и даже некоторая положительная динамика со стороны первичной опухоли и со стороны отсевных очагов по печени. Лечение продолжили. После 12 курсов стабилизация сохранялась, уменьшение первичной опухоли на 12%. Продолжили опять-таки лечение. Суммарно ему было проведено 16 курсов. Переносил удовлетворительно из побочных явлений проявление периферической полинеэропатии первой степени, ну и транзиторное нарастание трансаминаз, хорошо купирующейся гепатопротекторной терапией. И в январе 2018 года, после 16 курсов, бурное прогрессирование по данным СКТ выявляется, появляются контактные метастазы по диафрагмальной плевре, появляются метастазы в легких, но при этом сохраняется еще ответ со стороны первичной опухоли. И снова голосование, пожалуйста. Это уже январь 2018 года. Какое дальнейшее лечение вы бы ему порекомендовали? Ну, в принципе, у нас мнение, наверное, совпало, потому что пациент консультировался, опять-таки, ну, в принципе, он каждый раз при смене тактики какой-то консультировался на центральных базах, в том числе и заочин за рубежом. И в этот раз он был на базе Ронса и Мнеблохина, ему была предложена терапия риграфенибом. Он это лечение начал с февраля 2018 года, но со второй недели приема препарата отмечал кожную токсичность второй степени, нарастание слабости, лихорадку и периодические носовые кровотечения, перешел в группу ЭКОК-3. Неоднократно с ним проводились беседы, предлагалась редукция доз, сопроводительная терапия, но кем-то был пациент индуцирован на отмену терапии риграфенибом и категорически от продолжения лечения отказался. Опять он ездил везде на консультации, с ним устно обсуждались варианты назначения иммунотерапевтических агентов. Официального заключения центр ни один не дал. Был неоднократно обсужден коллегиально в нашем диспансере и было принято решение о проведении химиотерапии второй линии цисплотинским цитабином. После двух курсов в мае 2018 года предсказуемо прогрессирование заболевания, новые очаги в печени, новые очаги в легких, нарастание гидроторакса. И вот таким образом в мае 2018 года у нас следующая клиническая ситуация. Молодой пациент, 32 года, социально очень значимый, ослабленный с постоянным болевым синдромом и в принципе с использованными всеми опциями, на тот момент зарегистрированными. Ну и одно из федеральных учреждений, ссылаясь на исследование Чекмейт-40, все-таки дала рекомендацию о назначении неволумаба. Лечение было начато в Санкт-Петербурге ему. Суммарно было проведено 4 введения неволумаба по стандартной дозе по июль 2018 года. И при первой оценке динамики все-таки было зафиксировано прогрессирование заболеваний, новые очаги от сева в печени, новые очаги в легких, гидроторакс. И на фоне лечения он перешел в группу неаккурабельных больных, не подлежащих специализированным методам ЭКОК-4 с нарастанием печеночной недостаточности. И в конце июля, к сожалению, он скончался. Ну вот если по временной линии представить, от момента установления диагноза, это, повторюсь, группа СИПа, BCLC изначально, продолжительность жизни у данного пациента составила 28 месяцев. При этом наблюдалась неэффективность таргетной терапии, неэффективность иммуно-онкологических препаратов. И, как ни странно, львиную долю в этот срок внесла стандартная полихимиотерапия. Ну и последний, заключительный слайд у меня – это, что сейчас имеется и что разрабатывается по лечению распространенного гепатоцеллюлярного рака. На данный момент в первую линию, помимо сарафиниба, зарегистрировали ленватиниб. Вторая линия у нас, получается, имеется риграфиниб и неволумаб. Но также изучаются новые препараты – рамоцирумаб, исследование РИЧ-2, кабазантиниб, исследование селестил, иммунотерапия, исследуется несколько препаратов. И многообещающие исследования по использованию комбинаций таргетной терапии и иммунотерапии, например, ленватиниб с пембролизумабом и этазолизумаб с биоцезумабом. Проводится большое количество исследований и большое количество планируется еще. Все, спасибо. Продолжение следует...